Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Марина Африкантова и Андрей Чуев уехали отдыхать в Дубае на полмесяца. Они хотят отметить там день рождения Марины, 14 октября. Надя Соколовская упала в обморок. Девушка увезли в больницу на обследование. Сопровождает ее новенький Евгений Казаков. Скоро на поляну возвращается Саша Гозиас. Вот и отпуск подошел к концу, а я только ощутила домашнее тепло, пишет Гозиас. На проект пришла новая участница Саша. Ей симпатичен Александр Вейс. Девушка сказала, что будет добиваться его. Илья Яббаров опубликовал в своем микроблоге видео, в котором задает Ольге Рапунцель вопрос, может ли она быть примером для подражания для всех российских девушек. Да, сказала Рапунцель, я женственная, красивая, умная. Ну ты тупая, ответил на это Яббаров. Редакция сайта Дом-2 рассказала о том, что история любви Яббарова и Кати Кауфмана очень активно развивается. Они не только целуются, но и ночью придаются утехам в изоляторе. Илья даже сказал, что уже готов ехать с Катей в ЗАГС. Но после того, как у Кати Кауфман не было желания и она отказала ему в интиме, Ябаров передумал. Он позвонил своей бывшей Маше Бухун и уехал к ней. В сети появилась информация, что Саша Задойнов потерял свою квартиру в Ярославле. Его лишили жилплощади за долги перед банками. Скорее всего, именно это и заставило его вернуться на проект. Сам Задойнов пока не подтверждает эти слухи. А Марина Мексика на своей страничке в соцсети уже делает опрос, хотят ли ее с Сашей видеть на поляне. Так что, скорее всего, после того, как закончится этот сезон Острова Любви, Задойнов вместе с Мексикой станут участниками Дома-2. Бывшая любовница Вани Барзикова заговорила о своей беременности. У Алисы Огородовой, как вы помните, был интим с ним. Барзиков даже снял волшебство на смартфон и это видео едва не стало достоянием общественности. Теперь, видимо, Алиса решила отомстить Барзикову, заставить и его понервничать. После того, как Ваня объявил себя парой с Лизой Полыгаловой, Алиса заявила, что тот самый интим был без предохранения и сейчас ее подташнивает. Ваня, конечно же, запаниковал, но он уверяет всех, что если ребенок родится, то он будет помогать ему и его матери. Кастинг-служба телепроекта Дом-2 показывает фотографии девушек, которые хотят на Сейшелы участвовать в очередном сезоне Острова Любви. Недавно покинувший проект Кристина Лисковец и Федя Стрелков открывают свой магазин женской одежды. «Я очень люблю необычные вещи, которые будут выделять вас из толпы», пишет Лисковец. «Давайте быть стильными вместе». Как вы помните, Ксения Бородина недавно отключала комментарии в своем микроблоге, но вскоре она включила их опять. Теперь она снова получает очень много негатива от своих подписчиков. Наш народ вообще очень любит поучить, как правильно жить на этом белом свете. Они обожают делать замечания, давать советы, когда никто не спрашивал. Это прям им счастье. Все мои «доброжелатели» идут в блог. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.